В этом году сдадут в эксплуатацию почти половину участка автомагистрали Алматы-Оскимен. Его протяженность 382 километра и проходит он по всей Алматинской области до границы с Восточно-Казахстанской. Сейчас там полным ходом идут строительные работы. Трасса поделена на 6 участков, проложена объездная грунтовая дорога. Для водителей реконструкция этой крупной дорожной артерии приносит свои неудобства и создает аварийные ситуации. Наши корреспонденты разбирались, какие меры принимаются по обеспечению безопасности транспортного движения. Ульяна Ржантасова с подробностями. Владимиру Балыгину по долгу службы частенько приходится ездить по этой трассе до областного центра. Путь, который можно преодолеть всего за три часа, растягивается на восемь. Дорога неважная. Особенно, когда где делают, там пыль. Не поливает вовремя. Получается, аварийные ситуации. Побольше бы знаков предупредительных. Ну а так, в принципе, скоро сделают новую дорогу нам. Будет шикарно. Ехать по этой дороге тяжело. Целые сутки едем до Усть-Кемена. С напарником меняемся постоянно. Сейчас вот машина сломалась. Вынуждена остановиться. Ремонтируем. Капитального ремонта крупной транспортной артерии жители области ждали долгих 30 лет. И вот с весны этого года начались работы по ее реконструкции. Сейчас уже проложено почти 200 километров объездной грунтовой дороги. Перед тем, когда мы закрываем каждый участок дороги, мы обязательно согласовываем схему передвижения транспортных средств с местной властью. И в этом году мы уже закупили кассету 150 комплектов знаков. Я понимаю, что сейчас уже туристический сезон. Много там уже едут волокли, там уже отдыхают. Поэтому обеспечение безопасности, движение транспортных средств для нас – это самое главное. Это выше всего. На реконструкции этого участка автодороги задействовано 800 единиц техники. Работает почти 2000 человек. 1600 из них – местные жители. На двух отрезках пути Сагабьен и Кульбай уже началась укладка асфальта. По словам подрядчиков, работа ведется с опережением графика на год. Реконструкция автодороги Талдыкурган-Ушарал проводится в два этапа. Первый предусматривает введение в эксплуатацию 49% общей протяженности трассы уже к концу нынешнего года. Остальная часть автомагистрали будет сдана в следующем году. Гульнар Жанта, Савахон, Уштургенбаев, Хабар, 24, Алматинская область.